Ваше Преосвященство, Святый Владыка, Всечестные Отцы, Всечестная Матушка Игуменья, братья, сестры, детки, сегодня у нас очередная встреча и тема Архимандрит Ио в Кундре «Жизнь святого Карпатской земли». Для православных христиан Закарпатия, Выдока Святой Благословите. Для православных христиан Закарпатия Архимандрит Ио в Кундре являлся примером духовной жизни во Христе и ради Христа. Он был учителем веры и истины, образцом кротости и смирения, врачом душ и телес, бескорыстным бессребренником, наставником и отцом. Он повлиял на жизнь многих молодых людей родной земли. После встречи, бесед и общения со старцем, они принимали иное понимание мира, меняли себя и свою жизнь. Многие выбирали духовный путь и становились священниками, монахами и епископами. Митрополит Бориспольский и Броварский Антоний Поканич, лично знавший старца Иовы, с любовью и теплотой говорит о нем. Необыкновенная личность Архимандрита Ио в Кундре сильно повлияла на мою жизнь. Память о нем и наших встречах крепко и глубоко укоренилась во мне и отразилась на моем восприятии жизни, мира, людей, показала высоту человеческого служения ближним церкви Богу. Одним из тех, кто в своей душе через всю жизнь пронес сыновнюю любовь и благодарность к старцу Иову за его живое участие в духовном становлении, как монаха и священника, был схиархимандрит Георгий Сава. Батюшка Георгий говорил, что жизнь в Городиловском монастыре под началом Архимандрита Иова стала для него школой жизни ради Христа. По словам батюшки, именно Архимандрит Иов был для него главным примером для подражания сначала в монашестве, потом в священстве и намного позже в управлении монашеской братьей и монастырем. Преподобный Иов в миру Иван Георгиевич Кундря родился 18 мая 1902 года в многодетной семье. Отец – Георгий Кундря, мама – Анна Мадьяр. Родители были глубоко верующими православными людьми. При совершении Таинства Крещения младенец был наречен именем Иоанн в честь святого пророка Божия Иоанна Крестителя. Таинство Крещения совершил настоятель храма Силаиза священник Стефан Полянский. В церковной книге Крещений сохранилась запись, в которой крестным отцом будущего преподобного исповедника записан православный христианин Юрий Кадар. Наречение имени ребенку в честь предтечи Господня – отца постников, монахов и отшельников – волей Божией стало предопределением жизненного пути крещаемого младенца. Предречением того, что ему суждено стать монахом, он станет не только просто монахом, но и великим духоносным старцем, отцом и наставником многих и многих монашествующих. В семье будущий старец был седьмым ребенком. Известны имена братьев и сестер преподобного Иова – Дмитрий, Мария, Михаил, Юлиания, Пелагея, Георгий, Даниил. На время младенчества и отрочества Ивана Кундрия пришлись жестокие гонения за веру на православных карпатросов со стороны австро-венгерской власти. Террор и насилие распространились по всему краю, во всей Подкарпатской Руси, породившей множество мучеников и исповедников. Одно слово, одна православная книга, одно нежелание ходить в уняцкий храм могли послужить предлогом для штрафа, избиения, ареста, всяческих издевательств и даже для убийства. Православный карпаторусский народ страданием, мучениями и кровью доказывал свою любовь ко Христу в своем стоянии за веру предков в святое православие. Центром православия на Закарпатье стало родное село будущего старца. Односельчан юного Ивана, которые решили вернуться от унии к старой вере православию, австро-венгерские власти обвинили в государственной измене. Иза стала селом святых мучеников, православных убивали прямо на ее улицах и в жандармерии. Эти страшные, бесчеловечные, кровавые преследования православных, заключения, суды и казни очень сильно повлияли на духовное формирование юного Ивана. Вместе с братом Георгием, наблюдая за православным движением, они всячески способствовали в его распространении. Иван Кундре, будущий великий подвижник, как и другие дети его села, переживал вместе со взрослыми скорби и страдания за веру. От самого рождения и вплоть до своего 16-летия, которое совпало с окончанием Первой мировой войны. Он видел только сплошной, непрекращающийся мученический подвиг своего народа. Любовь ко Христу с самых детских лет, утвердившаяся в мальчике, любовь к своему многострадальному народу, укрепляли его в твердой вере. Лишь верой в Бога он жил и дышал, к нему стремился всей своей душой. Старец, вспоминая свою юность, рассказывал. С раннего детства полюбил Господа нашего Иисуса Христа, Его Пречистую Матерь и православную веру. А наша бедная Закарпатья совсем не имела покоя. Постоянно оно переходило из рук в руки. Так у нас были то мадьяры, то румыны, то чехи, то снова мадьяры. Все они, кроме румын, преследовали православную веру и всячески навязывали унию с Римом. В эти тяжелые годы для народа Закарпатья сербская православная церковь покровительствовала православному движению карпатаросов. Несмотря на прямой запрет австро-венгерских властей, эти власти, беспощадные к славянам, решили наказать сербов. Ответом сербов через три месяца после осуждения православных крестьян на суде в Мармарош-Сиготе стала знаменитая бомба, брошенная в австрийского эрцгерцога Фердинанда. Так началась Первая мировая война, во время которой террор против православных стал вовсе бесчеловечным. Тогда и зародился немецкий фашизм, так как именно этот террор сформировал мировоззрение одного австрийца, Адольфа Гитлера, научив его презирать славян и решать национальные вопросы методом тотального уничтожения неудобных народов. Как раз во время Первой мировой войны были созданы в предгорьях австрийских Альп и первые концентрационные лагеря в Европе, настоящие лагеря смерти Терезин и Талергов. Эти лагеря были созданы исключительно для православных русинов. В них нашли свою смерть десятки тысяч карпоторосов, не отрекшихся от своей православной веры. Для маленького отрока Ивана всегда было величайшее счастье и утешение присутствовать на православном богослужении. На Сретене 1912 года в село Иза приехал преподобный Алексей Кабалюк. Все село собралось и внимало каждому слову долгожданного православного священнослужителя. Люди до такой степени были настолько воодушевлены и наполнены силой духовной, что жандармы и солдаты побоялись причинить подвижнику какое-либо зло. Тогда Ивану было 10 лет. Но эту сладкую радость, это неземное торжество благодати Божией он запомнил на всю жизнь. Ему казалось тогда, что нет на земле более великого счастья, чем служить Богу, как служил этот монах. Тогда в Изе для мальчиков самой высокой мечтой было стать православным иеромонахом и дарить любовь людям, бесконечное счастье, общение с Богом. Мечтал об этом и маленький Иоанн. Перед ним был пример преподобного Алексея, гонимого монаха, скрывающегося от жандармов, который, несмотря на слежку и преследование, ездил из села в село и непрестанно служил Богу и людям. Когда Ивану Кундре было около 10 лет, в его жизни состоялась встреча, которая стала для него и для его брата Георгия моментом истины. Тогда в их доме скрывался от венгерских властей православный иеромонах, впоследствии архимандрит Амфилохий Кемень. Иеромонах Амфилохий до рукоположения был крестьянином Изы, который незадолго перед Первой мировой войной принял монашество и рукоположение в России. Если говорить точнее, то в ноябре 1911 года он поехал в Российскую империю и был принят в Свято-Ануфриевский мужской монастырь в селе Яблочно, Холмской губернии, ныне территория Польши. 21 июля 1912 года пострижен в Ресофор. 16 ноября 1913 года принял постриг в мантию с именем Амфилохий. 23 ноября 1913 года был рукоположен в Иеродьякому. По решению священноначалия был направлен в Константинополь, где на острове Халка был рукоположен митрополитом Германом в Сан-Иеромонаха, после чего вернулся на родину. По состоянию здоровья воевать на фронте отец Амфилохий не мог и потому служил ветеринаром в городе Мармараш-Сигот. Откуда на время рождественского отпуска 1915 года вырвался в родное село Изу. За то, что он в это время тайно проводил православные богослужения, его вскоре заточили на долгие годы в тюрьму, где он просидел вплоть до самого окончания Первой мировой войны. Заранее предвидя подобный исход, исповедник скрывался на сеновале у семьи Кундре, тайно проводя богослужения и совершая требы по домам. Отрок Иван с братом Георгием носили еду отцу Амфилохию. Иеромонах Амфилохий был очень истощен от воздержания и многих испытаний, но весь светился благодатью. Благодатью светился и большой золотой крест на груди исповедника. На этот крест дети всегда смотрели, затаив дыхание. Он казался им самым прекрасным, что только может быть на свете. Скорее всего, это был тот знаменитый крест, который царь-страстотерпец Николай II отправил из России вместе с отцом Амфилохием в дар преподобному Алексею Карпоторусскому за его исповедничество и мужество. Преподобный Алексей Кабалюк стал первым православным иеромонахом в Закарпатье, услышав, что его братья в повере судят в Марморо-Шсиготе, он добровольно приехал туда и отдал себя в руки властей, чтобы рядом со своим народом быть мученным за веру. Он получил самый суровый приговор, как главный обвиняемый в государственной измене, которая состояла в исповедании православной веры. За этот подвиг святой царь и отправил ему из России крест из чистого золота вместе с отцом Амфилохием и еще двумя спутниками. Поскольку из всех троих только иеромонах Амфилохии один оставался еще на свободе в родном краю, у него и должен был храниться святой крест. Этот крест двум братьям неудержимо хотелось поцеловать. Однажды они все-таки собрались с духом и обратились к отцу Амфилохию с этой просьбой. Однако отец Амфилохий сказал им, что крест необычный, поэтому тот, кто его поцелует, должен потом обязательно стать монахом. Братья не спали всю ночь. В их детских душах горело желание посвятить всю свою жизнь Богу. Наутро оба брата сказали отцу Амфилохию о своем решении и оба приложились к чудесному и вожделенному кресту. Так братья совершили свой жизненный выбор. И действительно, сначала Георгий, а потом и Иван стали монахами. Они исполнили данный обет, но это произошло через много лет. Как важно для детей и юношества встретить в начале жизни мудрых, добрых наставников, которые с любовью, сочувствием и сопереживанием рассудят и покажут им правильный жизненный путь. Поставят перед ними благую цель, научат любить Бога и ближних, направят их к жизни доброй, помогут стать нужными Богу и людям. Особенно это важно в наше время быстротечное, суетное, скудное на любовь, внимание и понимание. В эти тяжелые годы дети в селе Иза воспитывались по-особенному. Именно им поручались самые важные, самые ответственные дела. Село находилось фактически под многолетней оккупацией. Оно было доотказано воднено жандармами и солдатами, которые следили за каждым взрослым. Ради совершения богослужения верующие собирались по домам тайно, ночью. Православных священников перевозили от селения к селению, пряча в повозках под сеном. Поэтому свобода действий могла быть только у детей, на которых не обращали внимания. Гонители не догадывались, что именно ребятишки созывали народ на тайные молитвенные собрания, передавали из дома в дом драгоценные православные книги, ездили в начале Первой мировой войны в город Мармараш-Сигот, к отцу Амфилохию, за освященным Елеем, следили за жандармами и солдатами, предупреждали о готовящихся обулавах. В такой напряженной обстановке верующие дети Изы росли не по годам серьезными и ответственными. Отракам Георгию и Иоанну выпала особенно почетная обязанность, так как в их доме скрывался сам отец Амфилохий. Мальчики носили ему еду, носиловал, и если недалеко от дома появлялись жандармы или солдаты, они предупреждали об опасности, после чего отец Амфилохий должен был быть в спасении. И все же, несмотря на все меры предосторожности, жандармам удалось застать православных врасплох и арестовать отца Амфилохия прямо во время тайного богослужения. Дети настолько погрузились в богослужении, что забыли о своих сторожевых обязанностях и упустили момент, когда дом окружили. Жандармы подкрались незаметно. Это была настоящая трагедия. Дети никогда не могли себе этого простить. Доброго, ласкового отца Амфилохия, который их очень любил и который был для них и односельчан всем, на их же глазах схватили и повели под конвоем в город Хуст. Можно было только беспомощно смотреть, как посреди множества солдат и жандармов шагал исхудавший, смиренный иеромонах, которого безжалостно подгоняли ударами оружейных прикладов в спину. Дети бежали за ним и плакали. Братья не могли простить себе этой ошибки. В юности все дети мечтают о величии и героизме, о полигах и славе, о дальних странах и путешествиях. Душа Ивана стремилась в Сербию. Великое возрождение православия в подкарпатской Руси проходила под покровительством Сербской Церкви. Эта страна представлялась настоящей сказкой. Страна старинных православных монастырей и древних храмов. Страна, в которой ни турки, ни австрийцы не могли уничтожить святое православие. Страна мучеников и отважных витязей, бесстрашных господарей владык и святых царей. Страна, в которой все православные и можно открыто, не опасаясь никого, ходить в православный храм и молиться среди множества православных монахов и священников. Для юного Ивана Сербия оказалась местом неземного счастья, раем на земле. Пока шла мировая война, не могло быть и речи о том, чтобы попытаться отправиться в Сербию. Но вот война завершилась. Австро-Венгия, Венгрия, тюрьма славян распалась на части, и в Карпатах наступила относительная свобода. Однажды, когда Иван вырос, ему исполнилось 17 лет, у него появилось и желание исполнить свою мечту, отправиться в путешествие, посетить Сербию. Денег у него не было. Однако он узнал, что река Тиса впадает в Дунай, и если плыть по течению, то можно попасть прямо в Белград, в столицу православной Сербии. Он построил плод, взял с собой запас еды и горячо помолившись Богу, поплыл вниз по стремительной реке реке мимо родного села. Но плод был остановлен пограничниками. Пришлось Ивану против воли и желания возвратиться домой. Юноша совсем не подозревал, что между Карпатами и Сербией много преград, и что лишь воды реки могут свободно бежать по течению через государственные границы. А людям это не дано. Теперь он узнал, что под Карпатскую Русь и Сербию отделяют друг от друга Венгрия, и попасть в желанную страну невозможно так просто, без денег и без заграничного паспорта. Этим разочарованием закончилась его юность. Благословите, Владыка Святый. На сегодня на этом закончим. Благословите, Владыка. Бог благословит. Спасибо, Господи, Отец Иоанн. Я хотел спросить, сведения откуда? Только из рассказов отца Георгия или есть где-то это написано? Нет. Это есть книжка о жизни Архимандрита Иева. Ну и из некоторых материалов других источников. А книга эта была издана где-то, да? Да, в Компинации. Ну так-то интересно. Я думал, если только ваши записи есть, то можно было бы книгу напечатать. Но вы говорите, уже книга имеется, да? Ну да, есть книга. Действительно, мы удивляемся, какая была чистая вера, можно сказать, вера первой христианской общины, когда в окружении врагов община христианская существовала, когда за одно исповедание человека лишали имущества, звания, гражданских прав, а затем и здоровья и жизни лишали. И тогда, конечно, лампада веры горела в сердцах людей. Уже не было им дела до каких-то материальных искушений. Горели духом. И эта вера передавалась и молодому поколению. Видим, как дети воспитывались, в каких условиях, ну и, соответственно, кем они стали, тоже преподобными. Ну, конечно, для нас это урок, и надо оценить то, что сейчас дано. Но мирные времена даны для того, чтобы пожить во всяком благочестии и чистоте. Не в расслаблении и неге, а в благочестии и чистоте. Спасибо, Господи, от всех отцов. Благодарим вас, отец Иоанн. И до новых встреч. Благодарю вас. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо.